Смотрите, Андрей Ильич, нас продолжают легать за то, что мы обсуждаем эту несносную тему, бесполезны призывы с нашей стороны с тем, что тема эта является навязанной и мейнстримной, и если мы ее не будем обсуждать, это не значит, что она исчезнет. Но тем не менее, давайте обсудим, а каков путь для Украины сейчас, вот в той обстановке, которая есть, с учетом той обстановки, которая на фронте, я имею в виду на юге и на востоке, в том числе и с попытками Москвы действовать, значит, с помощью имеющих средств 120 тысяч, они сосредоточили группировку на криминальное Сватово-Купинское направление и пытаются наступать. Ну, тем не менее, со стороны Украины идет, пусть очень медленно, но я бы сказал, вполне успешное контрнаступление, там вот дошли до участка Урожайная, там нацелились на Трамлиновское, очень успешное направление. Ну и ряд других тоже под Бахмутом, тоже бои продолжаются, там тоже такая неопределенность есть. Но что, как действовать дипломатии украинской, как действовать военно-политическому руководству, чтобы снять с себя бремя обязанности двигаться по теме переговоров, которые, ну, в общем, вот та группа, о которой вы говорите, навязывает, может, сейчас чуть меньше, в связи с засвеченностью этих планов, но это не значит, что они оставят их, понимаете, это очередной вопрос. Они убежденные люди, ну, кстати, вот это Грэмм о деньгах, а Бернс и Селиван, они настоящие американские патриоты, они считают, но они в этом глагол ошибаются, конечно, но мы немножко коснулись их концепции, что это в американских интересах сохранение некого такого достаточно сильного, как сказать, нам нужна сильная Россия, проецирующая стабильность. Да. Нет, под сильной Россией, извините, они понимают сохранение режима самой системы, Путин, может, и нет, он никому не нравится, но... Нет, нет, Путин, кстати, просто нет времени на то, что Путин-то уже списан, ну, я, читайте, все это есть в оригинале Москва-Тайса и в моих статьях, там есть вторая часть, не менее интересное откровение Грэма, о том, что высшие советники... Да, Путин препятствует. Они пожаловались, да, мы согласны на ваш план, но Путин против, он... Путин изменил свою концепцию большим политическим, психологическим потрясением для него были события, связанные с мятежом Пригожина. Кстати, мятеж Пригожина – это неточное название. Этот мятеж сейчас продолжается в вооруженных силах. Ну, же мы видим, было выступление генерала Попова, сейчас все время пошел мятежный генерал Теплинский, и его сторонники продолжают облючать ту же банду Шойгу, запятая Герасиму, запятая... Я, кстати, извините, что перебиваю, я то же самое наблюдал по отношению к Грачеву, когда я во время войны находился в Чечне, то же самое говорили в виде претензий к Грачеву, который, значит, расходовал десантников, которые, ну, всегда были какой-то фрондой по отношению к Генштабу, к руководству Минобороны и тогда, я извиняюсь, перебил, давайте продолжим. То есть эти процессы... Путин понял, что вот так называемая почетная ничья, которую он раньше добивался, которую мы привезли, привез в продолжение Крым, она невыгодна для него. Если остановится война, то, ну, все равно начнут Путину... Вот он же видит, что элита, и не то, что видит, он видит их по действиям, элиты и силовики, армия, прежде всего, они вовсе нет восторга от него. Ему все равно начнут задавать вопросы, а что это было, а где эта демонтиризация, динсификация, за что мы... Кстати, из юмора сегодняшнего дня Шойгу дал новое определение целей войны. Мы сражали, ну, вообще как Партос, я дерусь, чтобы дерусь, потому что я дерусь. Он сказал, две цели войны, это вернуть наших военнопленных, и мы ее начали, чтобы не допустить, категорически не допустить ударов по Москве и Крыму. Ну, удары по Москве и Крыму ежедневно, но это так, отступление. Не, ну, они на ходу, они на ходу, это все кто во что гораст, как говорится, да. Да, а замечательное сегодня было. Ну, это свидетельство за той атмосфере безумия, которая в бункере. А Анна Рыжкин чем сегодня порадовала? Господь, говорит, создал человека по образу и подобию ее, а эти извращенцы, западные гинекологи, они превращают... В Европу тоже, не боюсь ездить, трансгендеры на каждом шагу могут изнасиловать. Ну, вот это сегодняшнее состояние, состояние бункера. Вот, так что все-таки... Скажем, что 45 минут в эфире, у нас еще есть время, Андрей Андреевич, просьба ко всем, кто нас смотрит, делать то, что вы знаете. Я, то есть, ну, возможно, я смогу твердо сказать, что вот это разоблачение переговоров Соединенных Штатов с Путинским рейхом, оно сыграло свою роль. Давление, давление на Украину, склоняя ее к переговорам, сейчас просто невозможно. Оно не может быть. Ну, как они начнут? То же Сливан Бернс приедут в Киев, а им покажут вот эти... Это сейчас психологически невозможно, но об этом и связывают вот те изменения тональности американской прессы. Это вот заявление... А что касается статьи Болтона, это серьезная уже заявка на позицию республиканской партии в избирательной кампании. Ну, друзья в Украине... Понимаете, в чем дело? Вот украинцев связывает дипломатическую условность. Они не могут же сейчас прямо тот же Кулеба, Еленский и даже Подоляк, даже в смысле, потому что у него на нем меньше ответственности, как советники, говорить о Сливане и Бернсе то же самое, что мы с вами говорим. Ну, они же... А завтра Рамштайн, они с ними так... Для них они... Ну, они же все знают, что... И Бернс, и Селиван знают то, что о них знают, руководители Украины и так далее. А вот у нас с вами, у друзей Украины, руки развязаны, в том числе у друзей в Америке. Сейчас развивается, и я пытаюсь своими скромными силами как-то в нем информационно участвовать. Движение, ну, требующее вообще провести слушание в Конгрессе по массе вопросов по отношению переговоров Грэма. Ну, Грэм, человек негосударственный, с него взять нечего. Но с Селивана, с ведома которого шли переговоры, масса вопросов можно задать господину Бернсе, который, оказывается, 3 ноября 21-го года заключил highly successful, как пишут его хуи, в соглашении с Путиным, что Путин не будет нападать на страны НАТО. И, оказывается, за это ему Бернс считал, что необходимо чем-то заплатить. И он заплатил обещанием сделать все, чтобы в ходе войны Украина не наносила удары по российской территории. Ну, еще раз повторю, опять меня будет бодкать, я каждый раз перед тем выступлением, где я собираюсь поднять этот вопрос, я еще раз перечитываю эту статью, потому что это настолько невероятная статья в Ньюсвике была. Она не разоблачала Бернса, это хвалебная статья о мудром директоре ЦРУ, санкционированной, видимо, Бернсом, заказная даже. Это вещи... Республиканской партии, сейчас Конгресс на каникулах, в начале сентября он возвращается. Бернс и Боттон довольно активный человек, в Республиканской партии ходят даже разговоры, возможно, его номинации на кандидата. Но вот сейчас очевидно, что если... Если республиканская партия выдвинет кандидата с твердой проукраинской позиции, у него возможность размазать Байлина по стенке, ну, просто уникальная. Не потому, что Украина – главный вопрос для избирательной кампании, нет. Вот раз уж мы заговорили, я тогда, наверное, заключительное счастье, как раз про избирательную кампанию. Да. Понимаете, как проходят выборы? Исход президентских выборов решают каждый раз так называемый independent, независимый избиратель. Независимый – это не принадлежащий идеологически ни к республиканцам, ни к демократам. Там поколениями люди голосуют, и дед, и отец, все там, и братов, и братов. Примерно, ну, это грубая оценка, но примерно 40% поддерживает демократов, 40% республиканцев и 20% independent. О чем, собственно, спор между республиканцами и демократами сейчас острейший? Не по Украине, но есть масса вопросов. Вот смотрите, где они идеологически разделены. Это миграция, это глобальное потепление, это гендерные вопросы, это аборты, это налоги. И тут между партиями идеологические различия, и Украина не входит в этот набор, как вообще международная политика. Но дело в том, что как раз вот индепенденты, они потому индепенденты, потому что их вот эти внутренние вопросы, для которых, для республиканцев и демократов, они как фанатики в этих вопросах, послушать, какого-нибудь сторонника глобального потепления или противника. А индепенденты, они больше волнуют, их интересуют международные вопросы. И вот здесь, у республиканского кандидата, он защищает идеологическую республиканскую позицию, все это очень хорошо, но у него здесь совершенно разгромная позиция по Байдену, конечно. И она сформулирована в статье Болтона. Ну, то, что мы с вами каждый раз говорим, что сегодняшняя администрация, во всяком случае, то ее крыло, которое в июне-июле определяло, не заинтересована в победе Украины, не заинтересована. Она, по идиотским догматическим соображениям, заинтересована в сохранении такой сильной России, а практически даже не России, а вот этого путинского рейха. И по этой программе он просто может размазать Байдена. Или еще, есть такой вариант, сейчас, между прочим, обсуждается, но Байден все-таки очень старенький, это понимают все, возможно, замена на Мишель Обама. Это для нас совершенно плохой вариант. Мишель Обама, это, ну, гендеров, американка, все это замечательно, это плюсы. Сужение как-то совсем, это как-то дичево. А это обсуждается в прессе в американской? Это обсуждается в демократических кругах, да, выползает и в прессу. Кроме того, она крайне левая, она была даже левее, чем сам Обама, то есть это совершенно не пройдет. В общем, у республиканцев прекрасная возможность завевать не только Белый дом, но и обе палаты Конгресса сильным кандидатом, использующим слабую позицию Байденской администрации в украинском вопросе. А чтобы усугубить эту слабую позицию, надо, вот как мы подсказываем нашим республиканским друзьям, организовать где-то в начале сентября слушание в Палате представителей, спикер Маккарти по собственной инициативе может это сделать. Где бы Байден и извините, ну Байден пусть отдыхает, дедушка. Кстати, мне часто вот боты бросают, вот что ж ты боишься Байдена-то критиковать? Ты все про Соливана и Соливана, а что Байдена критиковать? Байден это человек, который по бумажке, по шпаргалке прочитывает какой-то написанный его помощником текст. Так вот, вся борьба-то разворачивается между двумя группами, которые эти тексты пишут. Так вот, этими разоблачениями, само разоблачение Бернса и разоблачение переговора Грэма сделала Соливана и Берса крайне уязвимыми, крайне уязвимыми. Это очень сильный ход для республиканцев, просто проложившуюся им, который может проложить им триумфальную дорогу к победе на выборах. Вот мы пытаемся нашим республиканским друзьям это объяснить. Продолжение следует...